Приветствую всех в ангаре Романа. Это игра War Thunder. Давненько я не снимал видеороликов из этой игры. Последний видеообзор, который был посвящен очередному танку, был выпущен весной игрой 2015. Ну, сейчас на дворе уже октябрь 2016 года. Несмотря на то, что длительное время я не обновлял свой плейлист по игре War Thunder в своем канале, я продолжаю время от времени поигрывать в эту игру. Периодически играю. Уже почти два года в игре War Thunder играю. И обычно я участвовал всегда в танковых сражениях. То есть я не любитель самолетов, не любитель воздушных боев и в основном в игре участвовал в танковых сражениях. Ну и видеообзоры, которые я выпускал из этой игры, были посвящены советским танкам. Так вот, этой осенью я решил снова переключиться на самолеты, попробовать снова полетать. Хотя пилот из меня намного хуже, нежели танкист, но тем не менее. Решил полетать на самолетах и уже несколько месяцев летаю. И вот сегодня решил снять видеоролик. Вернее, открыть серию видеороликов, которые будут посвящены советским самолетам, советской авиатехнике в игре War Thunder. Пока исследования у меня на самых начальных уровнях, вы видите, всего лишь второй ранг и следую. Ну и сегодняшний видеоролик будет посвящен советскому самолету Су-2. Здесь есть несколько модификаций этого самолета. Три модификации МВ-5, ТСС-1 и М-82. Ну, сегодняшний видеообзор будет посвящен модификации МВ-5. Итак, советский самолет Су-2. Штурмовик. Ну, вы видите, ранг первый, боевой рейтинг 1,7. И вооружение. Давайте посмотрим сперва на его вооружение. Вооружение этого штурмовика. Вот он у меня здесь стоит. Вы видите, что оснащен он пулеметом калибра 7,62 мм. Четыре штуки аж их стоит внизу. Сзади кабины установлена турель. Тоже пулемет 7,62 мм. Пулемет ШКАС одна штука. И как штурмовик этот самолет может нести под крыльями бомбы. Вот вы видите, у меня сейчас под крыльями по четыре бомбы под каждым крылом. В принципе, я использую этот самолет как бомбардировщик. То есть подвешиваю максимально возможное количество бомб и бомблю наземные цели. В воздушных боях я скажу, что самолет не очень из-за его низкой маневренности. Но вы это увидите в реальном бою. Итак, вот его характеристики вооружения. Вот его скорость. Вы видите, почти 500 км в час. Максимальная высота. Ну, все это сами видите. Длина разбега, цена ремонта, эффективность исследования техники. Все это на ваших экранах. Давайте посмотрим теперь на экипаж. Здесь всего два стрелка. Так, наверное, будет лучше, если я покажу вот в этом режиме. Так, вот так вот. Наглядь. Два стрелка. Ну, вернее, один пилот. Вот он тут сидит спереди. Ну и сзади у турельки стрелок. Топливные баки в крыльях, как это положено у самолетов. Вот они пулеметы. Курсовое вооружение. Видите, по обоим сторонам на крыльях расположены вертолеты. Ну и турелька. Вот он тут сзади. Оборонительное вооружение. Что касается брони, ну, ее рассматривать, я думаю, смысла нет, потому что это не танки. Это все-таки самолеты. Тут бронирования как такового нет. По сути, фанера. Так что достаточно попадания нескольких патронов для того, чтобы вывести какую-то часть самолета из строя. Небольшой очереди достаточно, чтобы самолет загорелся. Вот это что касается экипажа и брони. Теперь давайте посмотрим на модификации. В первую очередь меня интересует, как штурмовика, то тяжелое вооружение, которое он на своем борту может нести. Ну, бомбы, грубо говоря. Вы видите, тут есть возможность установки нескольких видов бомб. У меня установлено 12 бомб по 50 килограмм каждая. Есть возможность установки меньшего количества, но с большей массой взрывчатого вещества. Вот можно взять 6 бомб по 100 килограмм. Ну вот, я предпочел 12 по 50. Ну и патроны тут у меня стандартные. На курсовом вооружении и на турельке. Те, кто следят за видеороликами из этой игры на моем канале в плейлисте по War Thunder, знают, что я всегда показываю взоры на технику, все модификации, которые у меня изучены. Ну вот, вы видите, в данном случае у Су-2 все модификации изучены, все установлены. Ну и теперь остается показать его в бою, в деле. Показывать буду в аркадных боях, не в реалистичных, а в аркадных. Ну, мне так проще. Ну что, Су-2 в деле, поехали, бой. Итак, карта «Великая река». Ну, как я сказал, использую самолет Су-2 в качестве бомбардировщика. И здесь два варианта. Либо бомбить наземные цели с высоты, ну, я имею в виду высоту 5000 метров и выше, либо же летать близко над поверхностью земли и пикировать, скидывать бомбы с близкого расстояния. Ну, как бы тут есть дальние бомбардировщики в игре. Вот один из них СБ. Вот на этом самолете я бомблю с высоты выше 5000 метров. А вот штурмовик Су-2 я использую в качестве пикирующего бомбардировщика, то есть наземные цели я бомблю с низких высот. Вот такая тактика моей игры на этом самолете. Ну что, погнали. Самолет обладает низкой маневренностью и его очень легко сбить. Поэтому в самом начале игры я не стараюсь лететь вперед в авангарде нашей эскадрильи тем, чтобы меня просто первым не ездить. Смотря на то, что курсовое вооружение достаточно хорошее у этого самолета, но все-таки с истребителями воевать не вариант. Если истребитель сядет на хвост мне, то из-за низкой маневренности я вряд ли не могу это сделать. Поэтому задача такова сбросить бомбы, уйти на перезарядку, на второй круг. Если за это время противность меня не уничтожит, соответственно захожу на второй круг и снова снижу бомбу. У меня 12 бомб, сейчас подвешено. Ну вот так вот и будем ориентироваться. Вы видите, здесь есть цели наземные, аэродром, базы, вот они подсвечены. И на земле, вы видите, стоят укрепительные сооружения. Ну вот их, наверное, мы сейчас и будем бомбить. Враг перехватил инициативу. Можно сделать вот такой вот вид, в принципе, в реалистичных боях вот так вот летать. Пилот из меня так себе. Так, ну вот давайте я вам сразу продемонстрирую маневренность этого самолета. В принципе, мертвую петлю-то он, наверное, вряд ли сделает. Хотя что-то наподобие мертвой петли, да, вот получается. Ну это аркадный режим, здесь невозможно свалиться в стопор. Ну вот вы видите, пикирующий режим, скорость 300, ну и сейчас будет увеличиваться. Воюя на самолете Су-2, летая на этом самолете, старайтесь не податься. Истребитель, потому что я повторяюсь, если они сядут вам на хвост, то вряд ли вы уцелеете. Ну вот сейчас будем скидывать бомбы, а затем уйдем на перегорянку. Я специально беру ее скорость, мы вот сейчас начинаем сбрасывать бомбы на наземную шею. Техника уничтожена. Все, сбросили шесть бомб, и сразу уходим. Видите, по мне уже начинают сзади стрелять. Ведите за тем, чтобы на хвост никто не сел, потому что если истребитель сядет на хвост, то я отвергаю. Вы видите, пару пуль попал я по моему самолету, и уже есть побеждение. Ну и вот опять куда-то попал я. Так, у меня еще есть шесть бомб, нужно их скинуть и уходить. Теперь уходим на перезарядку. У меня уже, видите, самолет дымится. Достаточно было нескольких попаданий, чтобы самолет начал дымить. Уже есть побеждение. Так, еще три бомбы. Я их пока скину, и перезарядка. Минута будет. Перезарядка. Вот такова тактика моего пилотирования Су-2. Вот вкусовое вооружение. Ведите, залпадет, а вот здесь. Но воевать с истребителями не вариант. Хотя, если приходится, конечно, в глубобую атаку я обычно не хожу на Су-2. Иногда приходится. Повторяюсь, это все-таки бомбардировщик. Время на то, что как бы вызывается штурмовик. Так, ну вот, у меня перезарядка вышена. Можно заходить на второй круг, сбрасываясь в бомб. Слева я к первой. Это истребитель. Тоже хороший самолет. Истребитель по нему я тоже буду снимать видео, но это не хочет. Так. Наша задача скидывать бомб. А не уничтожать другие. Вот видите, сзади ко мне заходит П-40. И, наверное, сейчас у меня забьет. И мне не удастся убить. Видите, пираж крутой заложить не получает. Вроде как устроен. Турелька установлена, но на нее особо надеяться не дедают. Если вас захотят убить, то садитесь. Основная задача все-таки сбрасывать бомб. Сюда две. Сюда две положены. И сюда. В общем, все. Бросили бомбы. Есть. Техника уничтожена. У меня самолет, конечно, отстреливает. Вот видите. Но... Турелька это все-таки не то. Миг на хвосте. Я думаю, сейчас он меня подобьет. Я попробую идти вверх. У меня уже самолет горит, ребята. Вот так. Да, уже повреждения серьезные. Скорее всего, сейчас у меня садят. В хвосте миг. Все. Самолет был убит. Вот вы видите. Если на хвост садится истребитель, сейчас, в принципе, это был миг. То уйти у вас вряд ли получится. Поэтому тактика этого самолета, если вы сбрасываете бомбу, используете его в качестве бомбардировщика, сбрасываете бомбу, уходите на второй круг, снова сбрасываете бомбу. И так до тех пор, пока вас не садят. Ну, вот у меня удалось, видите, два захода сделать. Ну, и еще один бой напоследок, который я записал. Вот сейчас режим просмотра. Также здесь я использовал этот самолет в качестве сброса бомб по наземным целям. Вот, вы видите, захожу в режиме пикирования и сбрасываю на вражескую технику, которая находится на земле, бомбу. Ну, вот такой бронемашину тоже сбросил бомбу. Ну, вот здесь вот кто-то меня сзади подстрелил. Вы видите, повредили мне корпус и мотор. Горит красным цветом мотор. Я так и не понял, кто у меня там сзади стрелил. То ли эти бронемашины, то ли вражеский самолет. Ну, вот сбросил оставшиеся бомбы и намеревался уже заходить на второй круг. Перезарядка здесь у меня долгая. Но, к сожалению, из-за того, что повредили мне мотор, он у меня почему-то заглох. Заглох мотор. Ну, и, соответственно, единственный вариант, это было садиться прямо здесь, на чистое поле. В чистом поле совершать аварийную посадку. Ну, вот такой вот самолет Су-2, штурмовик. Хотя, как вы видели, использую я его в качестве фикировки-бомбардировщика. Вешаю 12 бомб весом по 50 килограмм и бомблю наземные цели. Для воздушных боев все-таки предпочтительнее играть на истребителях, а не на вот этом штурмовике Су-2. Низкая маневренность не дает ему более или менее на равных сражаться с истребителями в воздухе. Поэтому использую его как бомбардировщик. На этом все. Думаю, этих двух моментов, двух эпизодов боя достаточно для того, чтобы вы могли сделать вывод о самолете Су-2. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok